Итак, мы рассмотрели измерения, которые связаны с набором некоторых операторов. Давайте их обозначим через E. Это система операторов E и T, которая удовлетворяет следующим требованиям. Каждый оператор положительно определен. И мы видели, что операторы у нас возникают как конструкция M и T крест на M и T. То есть непосредственно с процедурой измерения и с видом квантового состояния после совершения измерения связаны операторы M и T. Но на их основе мы можем построить уже эрмитовые операторы M, крест, M для каждого и того. И это будут уже положительно определенные операторы, в то время как операторы M могут быть какими угодно. Требованием на операторы M было у нас только вот такая сумма. M и T крест на M и T. Эта сумма должна давать единичный оператор. И тем самым у нас получается то, что набор операторов E и T — это набор положительно определенных операторов, которые в сумме дают единичный оператор. Такой набор операторов и называется положительно определенной операторной мерой, или по-английски POM. И с этим набором операторов у нас связаны вероятности исходов измерения. Как мы видели, если у нас исходное состояние квантовой системы, над которым мы осуществляем измерение, это состояние ПСИ, то как только мы проводим измерение данного типа, у нас вероятность и того исхода — это среднее значение оператора E и того по данному состоянию. То есть ПСИ, E и T на ПСИ. Ну или как мы сначала получили через операторы M, M крест и E. Это ПСИ, M и T крест на M и T. Вот такое усредненное значение. Вероятность и того исхода по измерению. Мы сейчас написали это соотношение для чистого состояния, но совершенно так же по линейности мы можем все эти выражения расширить и на смешанное состояние. То есть когда наша система, ее начальное состояние описывается не вектором ПСИ, а каким-либо оператором плотности ρ. И стартуя вот с такого состояния мы можем проследить его эволюцию. Например, наиболее удобно это сделать, если мы распишем какую-либо из декомпозиций данного оператора плотности. Пусть это будет сумма по E с некоторыми вероятностями состояний ПСИ. Это разложение оператора плотности в статистический ансамбль. Как мы видели ранее, таких разложений бесконечное множество, если у нас состояние смешанное. Если состояние чистое, то разложение единственное, в котором присутствует единственный проектор на вектор чистого состояния, с вероятностью единица. Если мы повторим всю процедуру, о которой мы говорили, то есть приводим в контакт нашу квантовую систему с вспомогательной системой, которая может описывать, например, измерительный прибор, то у нас будет происходить эволюция с операторами M и T, и еще будут возникать состояния измерительного прибора, скоррелированные с данными операторами. И такая эволюция будет действовать как на кет-вектор, так и на бра-вектор ПСИ в каждом слагаемом этой суммы. Поэтому мы можем по линейности просто записать, как у нас будет эволюционировать теперь матрица плотности. То есть за место вектора ПСИТЭ теперь у нас появится сумма. Давайте обозначим ее через индекс μ. ММЮТЭ будет действовать на вектор ПСИТЭ изначальности данного слагаемого ИТОВА. И появится еще вектор состояния вспомогательной системы. Будем обозначать его просто мю. То же самое произойдет и с бра-вектором ПСИТЭ, то есть который справа. Мы тут можем написать такую же сумму, но сумму будет уже с другим индексом, скажем, ньютон. И она будет уже сопряженной суммой, поскольку тут вектор развернут в другую сторону, тут будет сумма по ПСИ ньютон с операторами уже сопряженными, ньютон крест, и базисными состояниями, также какими-то ньютонами. Вот такое будет состояние после того, как мы приводим нашу систему в контакт с измерительным прибором. А затем мы делаем фон Неймановское ортогональное измерение с одномерными проекторами на базисное состояние, мю и ню. То есть дальше мы делаем измерение с проектором, который представляет собой составной оператор, единичный по подсистеме, которая наша система измеряемая, и какой-либо проектор, скажем, КСИ на КСИ на определенное базисное состояние. И проделав это измерение, после того, как выпадает определенный исход КСИТой, мы можем записать и как вероятность данного КСИТового исхода, так и матрицу плотности состояния, которое возникает после данного измерения, то есть после фиксации данного КСИТового исхода. Обозначим это состояние уже после эволюции через РО-штрих, ну и выделим нашу систему, давайте будем обозначать через А, и вспомогательную подсистему через Р. и тогда у нас будут здесь вот эти вот всевозможные суммы, где будут вероятности, и наши операторы M. M, ИТ, ПСИ, ИТ, M, Мю, Т, так, Мю, Т, и, соответственно, C, ИТ, оператор M, Крест, Ньютер, и вектор Ньютер. Вот, ну и подсистемы укажем здесь это подсистема А, векторы относятся к подсистеме R. Вот, и по этому состоянию дальше мы делаем фон-Неймонское измерение, то есть измерение над аппаратом измерительным, то есть над подсистемой R. Пусть у нас будет вероятность кситового исхода, тогда будет выражаться как след от проектора, который мы сейчас выписали, то есть единичный оператор по подсистеме А на проектор, на кситое состояние вспомогательной системы, то есть R. И след берется от произведения данного проектора на состояние РО'АР. И дальше, если подставить выражение для РО'АР, тут видно, что из этих сумм по мю и ню вырезается по одному слагаемому, а именно кситое слагаемое. И будут также на другой подсистеме, на подсистеме А, будут действовать соответствующие операторы М-кситой и М-крест-кситой. Поэтому вот от этого следа у нас остается след теперь только по подсистеме Останется у нас единственная сумма, которая была изначально из-за декомпозиции оператора плотности, то есть это сумма по индексу И, соответственно, с вероятностями П и ТМИ, и вот слева и справа на проектор будут действовать операторы кситое М-кситое на пси-итой пси-итой и справа М-кситое сопряженность. Ну, дальше мы эту сумму можем просуммировать, то есть внести между двумя этими операторами М, и она снова соберется у нас в изначальный оператор плотности РО, то есть изначальное состояние, над которым мы проводим измерения. И получается, что у нас будет след от М-кситое М-кситое РО, М-кситое сопряженность, м-кситое сопряженность. Или же мы можем под знаком следа переносить операторы, например, переносить крайний правый оператор к началу, и у нас возникнет М-кситое М-кситое то есть оператор Е-кситое из ПОВМ-набора умноженный на РО, где оператор Е-кси принадлежит вот этому набору ПОВМ. Набор операторов положительно определенных, которые в сумме дают единицу. Это мы нашли вероятность кситового исхода. Кроме того, мы можем выписать и квантовое состояние после кситового исхода. Это результат действия проектора на наше состояние. Результат действия проектора уже мы видим здесь, под под знаком следа. Поэтому наше изначальное состояние РО после измерения будет переходить в состояние М кситового РО на М кситового крест. Но это состояние без нормировки, мы должны его еще отнормировать, чтобы след оператора плотности был равен единице. Поэтому мы просто должны еще поделить на след от этого выражения. След М ксит РО М ксит эрмитового сопряженного. Такое будет состояние квантовой системы, если мы зафиксировали кситой результат измерения над вспомогательным прибором. но существует еще одна возможность, когда это измерение проводится, но не фиксируется. То есть мы как бы отбрасываем результат конкретного измерения. И тогда в этом случае у нас исходное состояние перейдет вот в следующая РО с волной, которую мы можем записать с учетом того, что мы забываем результат измерения. И тогда мы должны просуммировать по всевозможным исходам. Это вероятностное правило. ИТ-исход у нас случается с вероятностью ПИТ. И как только он произошел, у нас состояние после измерения это вот такое выражение. Давайте его обозначим за РО КСИТ. В данном случае индексы у нас будет РО ИТ. То есть мы просто суммируем по всевозможным исходам измерения, поскольку мы забываем конкретный исход, отбрасываем, и поэтому здесь будет также статистический ансамбль с вероятностями ПИТ, которые даются ПОВМ распределением, то есть это след от ПОВМ оператора с нашим исходным оператором плотности. Но если мы посмотрим на каждое слагаемое в данной сумме, мы видим, что вероятность ПИТ, то есть вот этот след, сокращается с нормировкой состояния РОИТ, то есть со следом знаменателя, и остается только вот эта часть, которая в числителе. Поэтому наше состояние приводится просто к сумме от результатов действия операторов МИТ слева и справа на наше исходное состояние РОВ. След РОС волной будет давать единицу, то есть будет давать полноценный оператор плотности, поскольку у нас выполняется свойство для операторов М, то что МИТ крестное МИТ дает единичный оператор. Кроме того, это, разумеется, будет положительно определенный оператор, то есть наш оператор РОС волной будет удовлетворять всем требованиям на оператор плотности. И в дальнейшем, как мы увидим, вот это соотношение будет нам выражать некую обобщенную эволюцию квантового состояния. То есть мы начинаем с начального нашего состояния РОС и затем приходим к состоянию РОС волной. И операторы М нам выражают то, что оно со временем эволюционирует, то есть приводится в контакт с каким-то окружением, там происходит взаимодействие, переток, обмен информацией в окружающую среду или приток информации из среды, какая-то диссипация, то есть состояние как-то эволюционирует от РО к РОС волной. То есть получаем новый оператор плотности, который уже описывает новое состояние, которое получилось в результате данного конкретного процесса. Это так называемый квантовый канал, который описывается операторами МИТ, который называется операторами Крауса данного квантового канала. Но прежде чем перейти к квантовым каналам, мы формализуем процесс по измерению. И здесь важным утверждением является теорема Наймарка. Крауса утверждает, что для любого набора ПОМ-операторов существует изометрический оператор. Существует изометрический оператор В, как мы его часто обозначаем, такой, что любой оператор из ПОМ-набора, скажем, это будет оператор ЕИТ, ЕИТ можно представить в следующем виде. сопряженный оператор В, единичный оператор тензорное произведение на ИТ-ый проектор ортогональный одномерный, то есть И на И, и замыкает третий множитель, просто оператор В прямой. Причем здесь ну и как и раньше у нас относятся к вспомогательной системе R, единичный оператор задан на некоторой подсистеме А' H', о которой я сейчас скажу, и сам оператор, изометрический оператор V действует из подсистемы А, то есть физическая система, над которой мы осуществляем измерение, в составную систему H'R. Значит, вот такое вот утверждение. Если у нас существует набор пол-операторов E, то каждый такой оператор из набора E и T представим в виде, с помощью изометрического оператора V, и такого составного оператора, то есть ортогональный проектор, и единичный оператор на некоторой подсистеме H'. Приведем доказательства этого утверждения и сразу построим данный оператор. Оператор V можно выбрать в следующем виде. Это будет сумма сумма по I. Здесь будет идти квадратный корень из оператора E и T поскольку операторы из пол-набора положительно определенные, из них можно извлекать квадратный корень. И дальше идет тензорное произведение на E и T элемент, E и T базисный вектор подсистемы R. Здесь мы предполагаем самый общий случай для операторов из пол-набора, что каждый оператор E и T действует из гильбертового пространства нашей исходной системы A в гильбертово пространство системы H' то есть системы с возможно другой размерностью то есть пространство H' имеет свою размерность, которая возможно отличается от размерности пространства H' это наиболее общий случай здесь рассматривается. И поэтому у нас вот такой оператор действительно переводит нашу подсистему A в составную систему H' на R как видно из этого представления. То есть E и T переводят H' H' но еще вот такая вот структура прибавляет нам и подсистему R. И мы можем убедиться, что действительно такой оператор является изометрическим. Для этого мы можем прежде всего нарисовать его диаграммную репрезентацию. сам оператор V схематически действует из A в пространство уже составное из двух подсистем, поэтому мы здесь рисуем и подсистему H' и подсистему S. Ну а мы можем здесь поставить знак равно ну и также расписать диаграммное представление правой части. Нам придется здесь написать сумму по I вот таких вот элементов. Элемент корень из е этого это оператор который действует из A в A' ну и еще здесь значок тензорного произведения на диаграмме он просто соответствует параллельному процессу, то есть мы подрисовываем справа вектор в данном случае вектор E и D вектор это тоже некоторый квантовый процесс который на диаграмме изображается треугольничком то есть он имеет выход но не имеет флота ну а в остальном это тоже частный случай обобщенного квантового процесса и этот вектор на подсистеме R то есть пространстве HR ну и либо пользуясь аналитическим представлением либо что более наглядной и диаграммной репрезентацией мы можем убедиться что действительно это изометрический оператор для этого нам нужно будет показать что V эрмитово сопряженной на V равняется единичному оператору если V у нас действует из A в A'R то V крест наоборот из A'R в A поэтому это должно равняться единичному оператору в гильбертовом пространстве H A значит и выражение V крест на V диаграммно например давайте распишем будет соответствовать следующей картинке снизу прямой оператор V дальше идет V эрмитово сопряженный и это будет равно расписываем каждый из этих операторов нижний со своей суммой сумма по и операторы корень из E и V и вектор IT вектор ну и также верхний оператор тоже расписывается уже со своей суммой суммой скажем с индексом G здесь эрмитово сопряженные рисуются операторы в частности корень из E житого и базисный элемент также житый но базисные элементы и и житые здесь встречаются и формируют скалярное произведение которое в силу ортонормированности у нас будет давать символ кронейкера дельта и тж т поэтому двойная сумма превращается в одинарную мы обозначим ее с индексом i поэтому все это будет равно сумма и корень из е умножается на корень из е то есть это будет оператор е здесь перевернутый оператор равен исходному поскольку е е е оператор и корень из е также является термитом поэтому на самом деле отраженное обозначение оператора равно исходному поэтому здесь будет сумма оператору так как полнабор это в сумме дает единицу поэтому мы получаем что v крест на v равняется единичному оператору то есть оператор v является изометрическим ну кроме того легко показать непосредственно что оператор v удовлетворяет тому соотношению которое в теореме наймарка представлено и тем самым мы доказываем утверждение теоремы наймарка вот вот это вот утверждение оно лежит в основе модели полноизмерения когда мы имеем в нашем распоряжении квантовое состояние с оператором наиболее общим оператором роа давайте это нарисуем наш оператор роа то есть на подсистеме а подсистема а это подсистема под наблюдением в котором мы меряем среднее значение некоторые наблюдаемые например затем мы эту подсистему приводим в контакт с чем-то другим например с измерительной аппаратурой и происходит эволюция которая в данном случае описывается изометрическим оператором в из теоремы на МРК который переводит подсистему а в составную систему а штрих и р то есть происходит совместная эволюция систем а и вспомогательной системы р но при этом здесь в наиболее общем случае мы можем рассматривать конечное пространство а штрих размерность которого отличается от размерности исходного гельбертового пространства h а вот и вот в такой эволюции эта эволюция описывается изометрическим оператором который может быть расширен например и до унитарного оператора более привычного для описания физических процессов но здесь его достаточно оставить вот пока в изометрическом виде просто помня о том что всегда его можно расширить до унитарного и дальше у нас с одной стороны у нас есть совместное теперь состояние ро обозначим это как ро на а штрих р совместное состояние систем а штрих и р и с другой стороны мы можем выполнять теперь ортогональное фон неймановское измерение над подсистемой р обозначим это вот таким символом как бы со шкалой что мы проводим измерения и проводим это над r то есть в базисе из итых состояний соответственно у нас есть итый проектор и заодно итый исход измерения само состояние совместное ро а штрих р это состояние после эволюции когда мы начали состояние роа и на него действует изометрический оператор ну подобно тому как и унитарный это слева и справа приписывается оператор в который как бы действует на роа слева приписывается в справа в эрмитово сопряженное вот совместное состояние а штрих и р после эволюции и именно над этим совместным состоянием мы делаем измерение то есть рассматриваем проектор единичный оператор на подсистеме уже а штрих то есть на штрих мы ничем не действуем а вот на р мы проецируем то есть делаем ортогональное измерение и итый исход будет соответствовать действию определенного итого проектора и также мы можем написать вероятность итого исхода через след от произведения данного проектора с оператором плотности ρ а штрих r и вероятность итого исхода след нет записываем проектор итый итый вот такой составной оператор на состояние ρ а штрих r здесь мы можем раскрыть сначала ρ h3 r а потом посмотреть как оно под следом будет взаимодействовать с вот этим оператором ρ h3 r это изометрический оператор v на ρ а исходное которое у нас было и на v крест здесь стандартное свойство следа мы используем и перенесем оператор v крест в самое начало и тогда это будет след v крест и у нас возникает конструкция которая как раз фигурирует в теореме Наймарка то есть этот проектор между операторами v крест и v и справа у нас еще осталось ρ a наше исходное состояние квантовой системы и вот эта вот конструкция согласно теориями Наймарка у нас собирается в итый элемент из повм операторов то есть у нас получается след от пол элемента e итого на наше состояние ρ a и таким образом это рассуждение показывает что любое любой набор пол операторов укладывается вот с помощью теоремы Наймарка в схему измерения где у нас есть наша система и есть некая вспомогательная система которая с ней приводится в контакт и где над вспомогательной системой осуществляется фон Неймановское измерение и кроме того если мы начинаем именно с повм набора мы пока не знаем про какие-то операторы M из которых он строится то вот как раз в качестве оператора M Итова можно выбрать квадратный корень из оператора соответствующего оператора Е Итова полнабора вот тогда у нас М Итэ крест на М Итэ дает Е Е Итэ и соответственно вероятность у нас выражается как мы записывали раньше то есть она выражается через след от выражения М Итэ крест на М Итэ на оператору ну или в другом виде еще можно перенести направо оператору М крест то есть след М Итэ РО М Итэ крест ну и состояние после выполнения процедуры измерения состояние РО у нас переходит после фиксации конкретного Итэго исхода у нас состояние будет М Итэ РО М Итэ крест на след от этого выражения обратите внимание что состояние после измерения зависит именно от операторов М Итэ у нас и раньше они фигурировали как в результате эволюции вектора состояния Пси или на основе Пси построенного оператора плотности там именно фигурировали элементы М и Т но по данному полнабору из операторов Е и Т М определяется неоднозначно мы выбрали вот такое вот выражение для М и Т но мы могли бы выбрать и скажем выражение связанное с корнем и еще тут будет унитарный оператор некоторый УИТэ скажем да тогда сам М вообще говоря уже не будет эрмитовым но по-прежнему у нас будет выполняться что Е и Т равняется М и Т крест на М и Т и тогда в этом представлении у нас было бы после процедуры измерения другое представление для для выражения квантового состояния и это говорит нам о неоднозначности то есть если мы стартуем именно с ПОВМ набора то есть набора операторов Е и Т то состояние после выполнения измерения задается неоднозначно то есть она задается с помощью операторов М которые в свою очередь можно выбрать бесконечным числом способов например с помощью всевозможных унитарных операторов умноженных на корень из операторов Е и мы уже отметили что если результат измерения отбрасывается как бы забывается то мы переходим от исходного состояния к новому состоянию которое представляется в виде такой статистической суммы ансамбля с вероятностями исхода на состояние после этого исхода и в представлении через операторы М это вот такая вот сумма М и Т Ро М и Т крест в качестве измерительного прибора может выступать окружение квантовое состояние квантовая система взаимодействует со стенками например хотя это нежелательный процесс но тем не менее он тоже может формально описываться как процедура измерения но такая процедура где мы не контролируем именно исходы этого измерения то есть мы теряем некоторую информацию и поэтому у нас новое состояние это сумма по всевозможным исходам поэтому вот эту схему мы можем изобразить в виде что у нас есть начальное состояние обозначим его здесь Ро Ин дальше у нас происходит некоторый процесс позначим его через E это взаимодействие нашей квантовой системы с окружением окружением environment по-английски но при этом мы теряем информацию об окружении мы не знаем что там происходит дело насчет окружения мы не располагаем точной информации мы можем фиксировать только нашу систему которая исходно располагали но в результате этого взаимодействия у нас получается новое состояние Ро Аут выходное да да как бы которое получается действием вот некого оператора E на исходное состояние Ро при этом оператор E это так называемый супероператор то есть он действует уже так же на операторы у него аргумент на вход подается оператор плотности и на выходе новый оператор плотности то есть это оператор действующий на оператор так называемый супероператор и супероператор характеризуется некоторым набором операторов M которые называются операторами Крауса операторы M и T это операторы Крауса данного данного супероператора E который называется квантовым каналом то есть отображение которое один оператор переводит в другой с помощью некоторого набора операторов M и T называется квантовым каналом с операторами Крауса M и T но существует более общее определение квантового канала и к которому мы постепенно будем переходить сейчас отметим что унитарная эволюция состояния когда нет декогеренции система например замкнута подчиняется и эволюция подчиняется на языке волновых функций уравнений Шрёдингера на языке операторов уравнению Гизенберга и такая эволюция в данном случае в Шрёдингеровском представлении сводится к тому что у нас на исходное состояние ρin действует просто унитарный оператор слева и справа u и u крест это частный случай вот такой репрезентации где оператором крауса является единственный оператор то есть сумма состоит только из одного слагаемого и оператор m1 это именно оператор унитарный u но в общем случае эволюция представляется в виде набора то есть много слагаемых с некоторым набором операторов n и эта эволюция не не унитарно и не унитарность обычно часто означает необратимость процесса как мы увидим и отметим некоторые свойства вот такого вот отображения которое сразу можно сформулировать с первого взгляда первое свойство это то что оператор супероператор е сохраняет эрмитовость эрмитовость исходного оператора то есть если мы на вход подаем эрмитов оператор в данном случае это raw in то на выходе у нас будет также эрмитов оператор это непосредственно видно из конструкции данного отображения то есть эрмитовое сопряжение оно будет переставлять m и t в начало поскольку здесь было m и t крест оно снова превратится в m и t raw перейдет в raw m и t первое перейдет в конец m и t крест и у нас возникнет тоже состояние второе свойство данного отображения это то что оно положительное то есть если у нас задан некоторый положительно определенный оператор мы говорили что это такое положительная определенность означает неотрицательность собственных значений данного оператора вот и если положительно определенный оператор подать на вход супероператора e то результат будет тоже положительно определенным оператором то есть e это положительное отображение положительные операторы он снова переводит в положительные и третье свойство это сохранение следа след сохраняется благодаря вот этой вот структуре мы можем написать что след от вот этой вот суммы m и t ро m и t крест снова по свойству следа да след от суммы равен сумме следов и в каждом следе мы m и t сначала переносим и мы можем записать это как след от вот этой вот суммы m и t крест m и t да и записать как бы особняком чтобы стоял наше состояние ро значит мы воспользовались линейностью следа и то что можно циклически переставлять оператора внутри следа и просто вынесли общий множитель ро операторный за знак суммы поскольку он от индекса и не зависит и по свойству элементов m по свойству нашего повм набора это единичный оператор поэтому это выражение будет равно следу оператора ро ну и у оператора плотности у нас след единица вот три свойства которые мы можем непосредственно фиксировать исходя из данной конструкции это то что супероператор у нас сохраняет эрмитовость супероператор является положительным отображением переводит положительные операторы снова в положительные и супероператор у нас сохраняет след мы сказали что унитарная эволюция обратима может ли более общий квантовый канал описывать обратимую эволюцию или другими словами можем переформулировать начать с некоторого состояния затем подействовать на него квантовым каналом Е1 и так же зафиксировать его операторы крауса например МА набор операторов и затем на получившееся состояние возможно подобрать другой квантовый канал который подействует на следующем этапе и это уже будет оператор Е2 супероператор Е2 действующий на Е1 на ТРУ и супероператор Е2 допустим характеризуется своим набором операторов крауса скажем Эндмюте Такая последовательность обычно называется композицией отображения и стандартно обозначается как Е2 на Е1 композиция двух квантовых каналов в данном случае действующая на исходное состояние РО и композиция двух квантовых каналов также является квантовым каналом это легко видеть как раз из представления крауса через оператора крауса поскольку здесь мы на состоянии сначала слева и справа подействовали МА и затем вторым набором операторов крауса уже второго канала сюда присоединяется Энмю и Энмю крест ну и двойная сумма по индексам А и мю и у нас возникает композиция двух квантовых каналов и в свою очередь его операторы крауса строятся как произведение операторов крауса исходных квантовых каналов и также легко проверяется что они удовлетворяют свойству сохранения следа то есть если это обозначить за новый оператор крауса скажем к мю т а то у нас сумма здесь индекс оператора к это мультииндекс состоящий из двух индексов поэтому сумма будет поэтому мультииндексу также значит k крест мю а на k мю а чтобы было свойство сохранения следа эта сумма должна обращаться в единицу но мы действительно это видим если распишем операторы k то есть у нас будет сумма м а то есть k крест это м а крест n мю крест дальше прямой а k то есть n мю м а ну и мы можем сумму по индексу мю поставить рядом с n мю крест на n мю и просуммировать поскольку это операторы крауса квантового канала их сумма обращается в единицу единичный оператор возникает да и дальше внешняя сумма по а также операторов крауса m крест на m с индексом а тоже обращается в единицу ну и в итоге у нас единичный оператор и будет поэтому композиция двух квантовых каналов снова является квантовым каналом но возникает вопрос можем ли мы подобрать по е1 по заданному е1 некоторый другой квантовый канал такой что у нас е2 как бы обращает действие действие первого квантового канала е1 то есть е2 на е1 от ро будет равняться ро то есть исходному состоянию и мы как бы эту эволюцию обращаем поставим здесь знак вопроса и мы рассмотрим случай когда у нас начальное состояние это чистое состояние и у нас комбинация композиции отображений действует на проектор на матрицу плотности чистого состояния проектор на вектор Пси снова распишем это через действие операторов Крауса двойная сумма А мю n мю м а и сопряженные операторы м а крест на n мю крест и по условию то есть по свойству которые мы фиксируем эти два канала обращают друг друга то есть исходное состояние у нас получается Пси на Пси когда это возможно мы проанализируем правую часть вот равенства значит вот в этой сумме у нас каждое слагаемое положительно определено поскольку у нас проектор положительно определен на него подействовал подействовало два квантовых канала получилось снова положительно определенное состояние и получается сумма то есть некоторая комбинация положительных состояний а в правой части у нас стоит тоже положительное состояние но это чистое состояние то есть это экстремальная точка множества всевозможных квантовых состояний и мы говорили что чистое состояние не может быть представимы в виде суммы различных каких-либо там других квантовых состояний неважно чистых или смешанных его представление единственное это только это состояние это нам говорит о том что в данной сумме каждое слагаемое будет пропорционально проектору ψ на ψ то есть каждая слагаемое будет пропорционально некоторому числу умноженное на данный проектор это нам в свою очередь говорит о том что действие поскольку мы можем выбрать произвольный вектор ψ то действие операторов произведения операторов данных n мю на а сводится просто к умножению на единичный оператор то есть некоторым числом давайте обозначим это число лямбда вот мю а и дальше будет единичный оператор именно в этом случае у нас будет выполняться данное равенство и кроме того мы можем записать вспомогательное равенство для произведения оператора mb крест на ма допустим здесь мы выбрали какие-либо два индекса б и а они могут быть как совпадающими так и различными и мы эту сумму вернее это произведение преобразуем ставив единицу между двумя операторами а единицу разложим по свойству сохранения следа для операторов крауса н то есть это будет m b крест и здесь разложение единицы это будет сумма по н му крест на н м и справа оператор ма вот и здесь мы можем воспользоваться как раз равенством которое мы получили выше значит одно произведение у нас стоит здесь н м на м а это лямбда мю а и второе произведение мы можем усмотреть здесь это эрмитва запряженное произведение н м на мб вот значит вот это вот будет первое произведение равно н мю лямбда мю на а единичный оператор а вот это вот произведение лямбда поскольку эрмитва сопряжение у нас число лямбда просто комплексно сопрягается лямбда комплексно сопряженная мю а б тоже на единичный оператор и у нас возникает просто сумма числовая по по индексу мю лямбда сопряженная мю п на лямбда мю а на единичный оператор и вот это вот число мы просто переобозначим за какой-то бета от каких индексов тут зависимость зависимость тут от двух индексов а и b то есть бета а б на единичный оператор вот то есть еще одно вспомогательное соотношение мы получили и теперь отдельно запишем сам оператор m скажем какой-то а-то оператор мы можем записать в следующем виде используя полярное разложение мы уже видели что любой оператор квадратный да если он квадратный значит ограничимся случаем когда у нас квантовый канал размерность пространства не меняет то есть исходное состояние на подпространстве а перешло тоже в состояние на пространстве аша размерность не изменилась поэтому и операторы крауса m они представляются квадратными матрицами а значит можно использовать здесь полярное разложение и написать например вот так вот с помощью некоторого унитарного оператора квадратный корень m крест на m m крест на m и воспользоваться соотношением выше да у нас для любых индексов но в том числе для одинаковых это будет работать и это будет равно унитарный оператор m крест на m а под корнем значит здесь будет стоять корень из бета с одинаковыми индексами а а и на единичный оператор то единичный оператор у нас уже есть унитарный поэтому мы просто можем записать вот так вот так вот и теперь мы снова запишем комбинацию mb крест м а пользуюсь представлением с унитарными операторами у нас возникнет корень из произведения вот этих вот констант с одинаковыми индексами бета b и бета а и два унитарных своих оператора да из mb уб крест получается и из ма тоже но уже не сопряженная оператор и с другой стороны то что мы получали раньше такая комбинация дает нам число бета с индексами b и а на единичный оператор это означает что мы можем например выразить отсюда оператор унитарный а с индексом а через оператор с индексом b то есть вот это вот равенство слева и домножим слева и справа на оператор у b здесь он сократится поскольку унитарный здесь появится и тогда будет бета b а на унитарный оператор у b и перенесем вот эту константу еще тоже правую часть разделить на корень из бета бета и бета а ну вот это вот все это у нас некоторое число нам важно что унитарный оператор у а пропорционален оператору у b оказался а в свою очередь у нас каждый оператор крауса м а связан да то есть пропорционален будет то что мы использовали полярное разложение м окрест на м а значит и то что мы видели м окрест на м а давало нам число поэтому это у нас корень из бета а на у а то есть каждый оператор крауса он пропорционален своему унитарному оператору у а но как оказывается эти унитарные операторы тоже друг другу пропорциональны и получается что вот вся эта сумма да когда мы представление крауса расписываем для квантового канала действующего на некоторый оператор ро она сводится к тому что у нас эта сумма состоит из одного слагаемого все операторы крауса пропорциональны одному и тому же оператору поэтому это можно записать как некий унитарный оператор у на у ро на у крест то то есть то есть в случае квантового канала не изменяющего размерность требование обратимости сводится к унитарности да то есть мы можем обратить канал только если он является унитарной эволюцией и вот это свойство отличается от декогеренции когда у нас процессы принципиально необратимые в данном случае необратимость будет связана с тем что вот как мы рисовали нашу эволюцию у нас информацию об окружении мы теряем да то есть мы делаем вот такое вот усреднение как бы сумму по всевозможным исходам нашего бывшего измерения сейчас это контакт с окружением и эту информацию мы теряем и именно данное обстоятельство приводит нас к необратимости а если мы хотим обратить канал то нужно брать только унитарные каналы но это только в случае если у нас канал не меняет размерности входной системы существуют примеры когда квантовый канал меняющий размерность является обратимым и это например изометрический канал как мы увидим в дальнейшем а для каналов не меняющих размерность единственными обратимыми операциями являются привычные нам унитарные эволюции привычные для стандартной квантовой теории для по логики молодежи по логики ли логики логики может